Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Алексей Юров. Смотрите в этом выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обрушение пешеходной галереи на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля в 4.39 утра. Как сообщили на комиссии, по чрезвычайным ситуациям при администрации города пострадали 8 человек. Двум работникам удалось выбраться самостоятельно, шестеро оказались под завалами. В четверых вызвалили сотрудники экстренных служб. Трое находятся в больнице, один, к сожалению, скончался. Ближе к вечеру под завалами были найдены тела еще двух рабочих. Всего обрушение унесло жизни трех человек. На данный момент спасательные операции завершены. Далее будут проводиться работы по ликвидации последствий аварии. Следственный комитет и прокуратура начали свои проверки. По данным обстоятельств прокуратуры города организованы проверки в части соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности. В настоящий момент проводятся проверки в отношении ООО «Наристники ремонта», чьи работники проводили там работы, а также ООО «Медвежий ручей», непосредственно чье здание было обрушено в результате данного инцидента. Также по поручению прокуратуры Красноярского края проводится проверка Енисейского территориального управления Ростехнадзора. А руководителям структурных подразделений группы компании «Норникель» были объявлены предостережения. Предостережение – это значит, что учитывая обстоятельства и данные, которые имеются у прокуратуры города, есть основания полагать, что подобные факты могут произвести и на других опасных производственных объектах, к которым относится Норильская обогатительная фабрика. И в целях недопущения этого и превенции совершения указанных данного инцидента прокуратуры города объявлено предостережение руководителям юридических лиц. В наш город в скором времени прилетит председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Сверидов. Я нахожусь на связи с норильчанами. Регулярно получаю текущую информацию о ходе спасательных работ. Работают около сотни человек, привлечены десятки единиц спасательной техники. Ближайшим рейсом вылетаю в Норильск, чтобы посетить место аварии, понять, какую помощь нужно оказать людям. Маргарита Юрова, Людмила Кожевникова, Сергей Карпов и Евгений Журнов. Норильские новости. Школьница попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе на улице Богдана Хмельницкого. Накануне в 9 утра 9-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со стороны Норильского колледжа искусств к гимназии номер 5. По предварительной версии водитель автомобиля Toyota не уступил школьнице дорогу и избил ее. С места аварии девочка госпитализирована в городскую больницу. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия. Отметим, что месяц назад на этом же пешеходном переходе также утром водитель иномарки не уступил дорогу 11-летней девочке. В 13-й школе прошел урок о безопасном поведении на горках. Такие профилактические беседы проводят во всех школах обычно перед длинными выходными. Ученикам напомнили основные правила поведения на горках, рассказали, как определить небезопасные места, а также объяснили, как правильно съезжать. Дети правила усвоили и с большим энтузиазмом их дополняли. По окончанию урока они своими руками собрали памятную инструкцию о поведении на горках. Безопасности детей посвящается много времени. Помимо этого, также проводят профилактические беседы и с родителями по безопасности детей на улице. И как правильно вести себя в выходные дни. Объясняем, на чем можно кататься. На тех же санках, на ледяных, на картонках, на ногах категорически запрещается. Ну и, соответственно, правила поведения на самой горке, чтобы не толкались, не бегали, не играли во время съезда с горки. Ну и, соответственно, не перебегали. На этих выходных вся страна отметит День защитника Отечества. А россиян ждут три дня выходных. И сегодня мы расскажем о тех, кто каждый день оберегает спокойствие горожан. Начнем с полицейских. Именно они и днем, и ночью стоят на страже общественного порядка. Перед 12-часовым обходом города полицейские собираются на инструктаж. Получают указания, назначаются району города для каждой команды. Николай Егоров уже девятый год служит в рядах Норильской полиции. И в дождь, и в снег, и в самый мороз готов выходить, оберегать покой жителей. Он мечтал стать полицейским с самого детства. Вдохновением для него стал герой советского мультфильма. Вот все любят советский мультик «Дядя Степа». Вот в детстве смотрел, мне нравилось, как сотрудник полиции идет по улице, представляется, общается с людьми. Ну вот, желание появилось в детстве. И после службы в армии я уже конкретно намерен был пойти в органы внутренних дел для наличия работы и службы. От армии не открещивался. С готовностью пошел служить. Служба началась в начале декабря 2008 года в учебке связи в городе Чита. В мае 2009 года перевели в Улан-Удэ в ракетные войска и артиллерию. По возвращению сразу пошел в отдел кадров МВД. На работу приняли быстро, чему Николай был очень рад. Служить на пользу Родине, защищать. В общем, помогать людям. Наша непосредственная работа – это помощь. Помощь людям, тем, кто нуждается. На этот раз задача в патруле – профилактика правонарушений в общежитиях. Проводится обход с 9 по 1 этаж. Около десятка адресов. Все пешком. Основная задача – пресечь курение и распитие горячительных напитков в неположенном месте. Но порой приходится напоминать жильцам не забывать закрывать двери. Хозяева, есть кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Патрульно-постовая служба старшина полиции Егоров. Подскажите, пожалуйста, у вас все хорошо? У Николая достойная работа, любимая жена и дети. И большие планы на будущее. У нас всегда цели, планы одни – прийти домой здоровым и всегда с хорошим настроением. Не тащить все, что случается на работе домой. А планы – дальнейшего роста, перспективы на работе. Получить офицерские звания, должностя и дальше служить, непосредственно защищать. А пока Николай продолжает охранять покой граждан. Служба продолжается. Светлана Кудряшова, Евгений Журнов, Норильские новости. Не менее ответственную и важную работу выполняют пожарные. Они стоят на страже нашего спокойствия и всегда готовы встретиться с опасностью лицом к лицу. С ними встретилась Надежда Балдакова. Пожарно-спасательная служба, 541-й, слушаю. Внимание, время 14 часов 05 минут, первое отделение следует. Всего 20 секунд и полная готовность к выезду. Без секунды промедления они садятся в спецмашину и мчатся на вызов. Это не супергерои, а люди, чья работа каждую смену связана с риском. Пожарные. Один из них – начальник караула пожарно-спасательной части 41 Максим Костин. Ему всего 24, и за время службы он уже спас троих человек. Это еще было на стажировке в городе Красноярске. Получается, вызов поступил на улицу Воронова. Там гостиники горели. Прибыли, провели боевое развертывание, потушили, всех спасли. Командир отделения пожарно-спасательной части 41 Вадим Лузин служит без двух месяцев 20 лет. Для него опасность и происшествие чрезвычайного характера – часть работы. За плечами награды за отличия в службе и выслугу лет. А в профессию он пришел совсем молодым, после армии. Привлекла возможность помогать другим. Был выбор идти либо в полицию, либо сюда. Сделал выбор, пошел в пожарный охранник. Больше всего привлекло то, что здесь нужно спасать, помогать людям. За месяц норильские пожарные совершают в среднем 45 выездов. Это не только оказание помощи населению городским службам, но и профилактика возгораний, боевая подготовка, регулярные учебные занятия. На них пожарные оттачивают тактику тушения и оказания первой помощи. Надзор за спецтехникой – тоже важная часть работы. Хорошо оснащенная пожарная машина значительно увеличивает шансы на спасение пострадавших. Данный тип автоцистерны позволяет выполнять очень большой перечень работ, поставленный перед личным составом пожарной охраны. Она предназначена как для тушения пожаров, потому что в ней переводится 6 тонн воды и 350 литров пенообразователя. Здесь находится она укомплектована рукавами для подачи огнетущих средств в очаг пожара. Большое количество имеется вооружения для проведения аварийно-спасательных работ, для проведения деблокировки пострадавших на те ДТП, которые также сам пожарная охрана выезжает. Пожарные активно сотрудничают с учебными учреждениями. В пожарно-спасательной части 41 регулярно проводятся экскурсии для школьников, чтобы ребята смогли поближе познакомиться с профессией пожарного. Соблюдайте технику безопасности, без спроса на пожарные машины не залазить. Будет вам время, вы сможете спокойно сфотографироваться с пожарными на пожарных автомобилях, поэтому ничего не торопитесь, слушайте своих преподавателей. Опытные пожарные говорят, в эту профессию приходят мужчины, заточенные под службу на благо общества. Неорганизованным и безответственным здесь не место. К этой профессии нужно проникнуться. Я думаю не только даже про пожарную охрану, это требования ко всем структурам, где есть погоны. Это нужно любить, быть таким человеком изнутри. Сама система вытесняет людей, которые не готовы носить погоны. И, конечно, поздравления ко Дню Защитника Отечества от всей команды пожарно-спасательной части в лице начальника Артема Старовойтова. Я поздравляю мужчин с наступающим Днем Защитника Отечества. Желаю всем здоровья, добра, крепости духа, отваги. Ведь мы защита и опора нашей страны. Надежда Балдакова, Евгений Журнов, Норильские новости. Напоминаю, что следить за нашими новостями вы можете на сайте norilsk.tv. А если новости есть у вас, присылайте их на нашу электронную почту, адрес на ваших экранах. А у нас на этом все. Я с вами прощаюсь. В студии был Алексей Юров. Всего доброго.